Сегодня в 12.00 в Саксаганском районном суде должно было слушаться дело по вымогательству эко-спецтрансам, где он является ответчиком денег у владелицы частного дома. Не имея сессом договоров, без оказания фактических услуг по вывозу мусора, эко-спецтранс, используя шантаж и угрозы, вымогает деньги у истца и немалые. Истец Евгения Колесник просит суд признать требования из счета эко-спецтранса необоснованными и незаконными. Где идет начисление от эко-спецтранса за вывоз мусора? Договор я с этой фирмой не заключала и заключать не буду, потому что мы вывозим мусор самовывозом. Предоставляли для суда и для эко-спецтранса справки, что у нас имеется транспорт, чем выводить. У нас, значит, это самое, уличком давала справку, что у нас есть чем вывозить и что мы вывозим сами. После того, как, значит, я обращалась несколько раз в эко-спецтранс с заявлениями, мне ответов не приходило. Вот, ходила я в горы с полком, они, значит, эко-спецтранс говорят, что они на основании постановления горы с полкома занимаются вывозом мусора и они выиграли тендер по вывозу мусора. Поэтому они являются монополистами в городе Горьвом Роге по вывозу мусора. Но дело в том, что я не пользуюсь их услугами, никогда ими не пользовалась и пользоваться не собираюсь. Дело в том, что такое количество мусора, как мне пишут, у меня нет, у меня нет столько денег, чтобы я столько мусора накупила. Раз, потом, у меня то, что гниет, у меня гниет в компостной куче, то, что у меня горит, у меня горит в печи, потому что у меня еще, кроме газового... У вас частный дом, да? У меня частный дом, у меня есть газовое отопление, но печки мы не повыкидали. У нас маленькие дети, мы зимою топим еще дровами, для того, чтобы можно было обогреть и дом, и посушить детское белье. И, значит, Горисполком сказал, что... Когда я обратилась в Горисполком, мне сказали, что Горисполком, значит, Экоспедстранс является частным предприятием, и Горисполком на них влияния не имеет. Вот, куда обращаться дальше, не знаю, обратилась в суд. Суд идет уже больше года, переносят, переносят, переносят заседание. То есть, фактически, у вас Экоспедстранс вымогает деньги, на ровном месте, без договоров, без оказания услуг. Без договоров, да, договор я с ними не заключала. Откуда они взяли сведения о моих данных семейных, они тоже не говорят. То есть, и услуги она вам никакие не оказывали, да? Ну, машина ездит мусорная по улице, я отказываться не буду, но я же не выношу туда. Не, но она-то ездит, она вас мусор от раз забирала? Нет. Ни разу? Нет. То есть, это фактически, они вымогают деньги за неоказанную услугу? Совершенно верно. Все, спасибо. Демонстрируя полное неуважение суда к участникам процесса и громаде города, которая пришла послушать это резонансное дело, судья Ковту Наталья Григорьевна умышленно затянула рассмотрение дела более чем на три часа, вероятно, ожидая, что громада не выдержит и разойдется. По-хамски и вызывающе вела себя и секретарь судей, за что и получила замечания от всех присутствующих, в том числе и от адвоката ИСА. Скажите, почему вы хамите людям? Вы со старта начали хамить. Вы хамите людям. На каком основании? Вообще, сложилось впечатление, что времена Януковича для Саксаганского суда продолжаются. Своей предвзятости ни судья, ни секретарь даже не скрывали, особенно если вспомнить, какая семья контролирует Экоспецтранс. Это дело рассматривается уже больше года. Сегодня судья снова умышленно затянул рассмотрение дела на три часа, что сдвинуло график адвоката ИСА. Кроме того, представитель Экоспецтранс принес очередную липовую справку, по которой суммы теперь вообще ни с чем не сходятся. В результате пришлось опять переносить заседание уже на 2 сентября. Відеозапис нет. В нарушении закона Украины об обеспечении права на справедливый суд от 25 февраля 2015 года, где в статье 11 говорится, что на портативную технику можно снимать любое открытое заседание, кому угодно, без согласия судьи. Судья Ковтун НГ превысила свои полномочия и запретила представителю громадского телебачения съемку, что и было зафиксировано на видео. По данному грубейшего нарушения закона Украины про судоустрита статус судей, в соответствии с положениями высшей квалификационной комиссии судей, в ВККС было подано соответствующее коллективное заявление на данного главующего по справе для привлечения к дисциплинарной ответственности. По данным сайта ВККС, это далеко не первая жалоба на судью Ковтун. За последнее время видно, нарушать законы Украины для нее стал уже нормой. Еще один уверенный кандидат на иллюстрацию определился.